Расширение Вселенной по Хабблу позволяет посчитать расширение на минимальном расстоянии. Это приводит к тому, что предельная скорость передачи информации меняется в зависимости от расстояния и в зависимости от рассматриваемого локального участка. Это дает различное взаимодействие при отталкивании частиц друг от друга и при притяжении этих частиц. Что приводит к появлению взаимодействия всегда на притяжении, а это приводит к объяснению инерции, ускоренного расширения Вселенной и механизма гравитации. Это не противоречит тот, а является продолжением расчета ПАОТА. Поправка к предельной скорости. Теоретически, эта ничтожная поправка не должна оказать сильного влияния ни на что, но учесть ее стоит, так как я приведу пример, в котором присутствуют ничтожные изменения результата. Это даст неожиданные выводы. Эта предельная скорость присутствует в формулах теории относительности, обозначается буковкой С. Название у нее дается «скорость света». Оценивать будем в приблизительном порядке, поэтому не будем учитывать квантомеханические свойства. Писать будем слово «частица», имея в виду, что у нее макроскопическое свойство микроскопического тела. Кроме того, будем писать слово «сила», имея в виду производную по времени от импульса. Хотя, как таковой силы нет вообще в природе. Хочется также отметить, что считается, что гравитационные силы на малых расстояниях после изменения метрики приводят все частицы на установившиеся ранее расстояния. Это общепринятое мнение. И на малых расстояниях расширения по Хабблу нет. Во-первых, метрика изменилась, и новое положение частиц из-за изменения метрики соответствует старому расстоянию между частицами. Во-вторых, мы рассматриваем только самый начальный момент расширения. И что там будет дальше, приведет там на место или не приведет на место, мы не рассматриваем. В-третьих, все мы знаем про удаление Земли от Солнца и Луны от Земли. И если скорость удаления Земли от Солнца значительно меньше скорости Хабблского расширения, что, возможно, связано с увеличением ее массы от Солнца, то удаление Луны дает один порядок с Хабблским расширением. А общепринятая физика говорит, что даже на уровне галактики нет расширения, когда у нас есть расширение даже с Луной. Рассмотрим частицу, которая посылает сигнал со световой скоростью в некотором локальном участке. Тогда расстояние, которое пройдет сигнал, окажется немного больше, чем то расстояние, которое он бы прошел, если бы учитывалось только скорость его передвижения. Небольшое увеличение произойдет из-за изменения метрики и описывается Хаббловским расширением. Это расширение легко пересчитать для любого малого размера. Понятно также, что это расширение не будет точным нулем. Наименьший размер точно не установлен, но при рассмотрении аксиоматической теории поля установлено, что некоторые исходные аксиомы действуют до расстояния около 5 на 10 минус 16 сантиметра. Теперь вспомним, что у нас пространство все-таки квантуется, так как существование ультрафиолетовых расходимостей квантовой теории поля можно избежать, если ввести минимальное расстояние. Вот есть ссылки на литературу, энциклопедию физики. То есть существует некая малая ненулевая локальная область, меньше которой пространство не рассматривается. Обозначим диаметр этой области буквой малая Q. Постоянная Хаббла у нас равна скорости H на 1 мегапарсек. Пересчитаем скорость H на расстояние Q малая. И обозначим эту скорость буквой H малая. Это у нас как бы добавочная скорость к скорости света для определения скорости передачи сигнала на расстояние Q. При этом понятно, что скорость сигнала и скорость расширения H малая находятся в одной системе отсчета. В системе отсчета частицы. Поэтому даже по теории относительности мы имеем право суммарную скорость W малая этих скоростей получить простым сложением по Галилею. То есть W малая равняется C плюс H. Кроме того, становится понятно, что H малая – это малая постоянно рассчитанная для расстояния Q малая по тому же принципу, что и постоянная Хаббла для расстояния в 1 мегапарсек. Следовательно, отчитывая частицы расстояния, мы можем получить скорость расширения в любой малой области. Выберем, например, некоторую точку M и рассмотрим прямую через частицу и точку M. Тогда малая локальная область на этой прямой до точки M будет расширяться со скоростью H1, а малая локальная область после точки M со скоростью H2. Понятно, что если частица каким-то образом притягивает точку M, то взаимодействие рассматриваем в первой локальной области, так как, чтобы обнаружить это притяжение, точка M должна же сдвинуться, то есть оказывается она в первой локальной области. А если частица отталкивает эту же точку M, то взаимодействие рассматривается во второй локальной области. Так как мы получили разные скорости расширения в разных локальных областях, то это нас приводит к разным скоростям передачи информации в разных локальных областях. Это, в свою очередь, переводит к ничтожно малому отличию величины W малая в разных локальных областях и к ничтожно малым различиям в результатах следующих из формул теории относительности. Вот пример, который я обещал, который показывает, что полностью отбросить малую поправку нельзя. Вот рассмотрим упрощенный мысленный эксперимент. Одна заряженная частица А притягивает другую заряженную частицу Т, которая движется по прямой, соединяющей А и Т. Из литературы, ну вот Ландав и Лившиц, страница 46, известна формула, ну вот такая всем известная формула, описывающая это взаимодействие. Если рядом с А расположить еще одну частицу, В, с тем же зарядом, что и у А, но противоположную по знаку, то В будет отталкивать частицу Т по той же формуле. Ясно, что если взять предельную скорость без учета малой поправки, то по формуле 1 заряженная частица полностью компенсирует свое воздействие на частицу Т. Если поправку учесть, то в случае отталкивания локальная область взаимодействия будет расположена дальше от частиц А и Б, чем локальная область придвижения. Как мы помним, в этом случае предельные скорости отличаются друг от друга, поэтому полной компенсации воздействия А и Б на частицу Т не произойдет. Остаточное взаимодействие будет ничтожно мало по сравнению с электрическими взаимодействиями частиц. Ну, делаю примерную оценку порядка остаточного взаимодействия в рассматриваемом мысленном эксперименте. Ну, немного изменю обозначение на более привычные. Теперь У малая – это дополнительная скорость, которую мы обозначали буквой H малая, из-за хаббловского расширения. В – скорость частицы, Т – С – скорость света. Для простоты расчетов будем считать, в локальной области, где рассматривается притяжение, влияние хаббловского расширения равно нулю. А в области, где рассматривается отталкивание, влияние хаббловского расширения дает дополнительную скорость У. Нам ведь нужны только эти две области и разница в них влияния хаббловского расширения на скорость передачи информации. Скорости v-частиц это некоторые среднеквадратичные скорости подобных частиц. Сила отталкивания f1, сила притяжения f2. Ну и соответственно тут элементарные записи вот этих сил. Тут с добавочной скоростью, тут без. Значит, ну рассмотрим v, ну скорость частицы, много меньше c скорости света, и u много меньше скорости света. Ну и тогда идет упрощение, тут сдаваться не буду, это элементарная алгебра. И получаю разницу для сил, суммарные силы. Получили мы такую формулу. Ну, подставляю значение, которое мы получили из аксиматической теории поля. Мегапарсек тут и так далее. Качественная оценка скорости электронного атомного водорода, тут дает скорость нам. Ну и главное, нас интересует коэффициент, который, это отношение вот этой добавочной силы к силе электрического взаимодействия этих частиц. Ну, мы там сокращение проводим, остается только вот такая небольшая формулка. Подставляем туда значение, получаем значение 5 на 10 минус 48 степени. То есть, если очень грубо считать и брать очень приблизительные величины, то результирующая сила дает всего на 5 порядков меньше принятого, ну, известной формулы гравитационного взаимодействия, рассчитанного для самых мелких частиц электронов. Для самих частиц это взаимодействие нулевое, но для крупных объектов, как звезды, это взаимодействие может играть значительную роль. Ну и так как считали очень грубо, движение рассматривали только по прямой соединяющей частицы, то, скорее всего, эта сила очень похожа на силу гравитационного взаимодействия, которая следует из изменения метрики, которая, в свою очередь, рассчитывается по лото. Ну, эта формула, в конце концов, приводит и к ускорению расширения Вселенной. Его получаем, опять же, из этой же формулы 1, которая вот дается в Ландау и Лившиц. Известная формула. Только теперь мы рассматриваем значительные расстояния, где скорости порядка, ну, скорость расширения порядка С. Ну, У у нас по-прежнему добавочная скорость немного меньше С. На таких расстояниях все скорости частиц направлены на удаление, так как скорость расширения порядка С. Поэтому поправка к скорости частиц будет такая же, как и к скорости света. Ну, естественно, точно такая же система упрощения этих формул. Получаем, в конечном итоге, такую формулу. Легко увидеть, что при скорости расширения Вселенной В больше С, сила притяжения меняет знак. А мы знаем, что есть у нас 20 раз примерно превосходит С некоторые области. Сила притяжения меняет знак и становится силой отталкивания. Надо заметить, что у нас очень грубая оценка, и скорость В взята как скорость разбегания собственных скоростей частицы. То есть, фактически, нет, как скорость разбегания Вселенной для данной области. Хотя эта скорость может включать еще и значение собственных скоростей частицы. А скорости тоже могут быть значительные, там, порядка С. То есть, фактически, скорость В может быть значительно ниже для возникновения расталкивающей силы. Понятно, что если области будут только гравитационно притягиваться, то Вселенная будет расширяться только по Хаббловскому закону Но с учетом поправки, некоторые области будут немного отталкиваться, то есть давать ускоренное расширение Теперь объяснение инерции Объяснение механизма инерции с помощью предложенной поправки довольно-таки простое Естественно, что мы будем считать однородным и равномерным распределением всех частиц Вселенной На расстояниях, где В меньше С, все тела притягиваются друг к другу по формуле Ну вот формулу, которую мы получили, забавочную Видно, что формула входит со знаком минус ускорения То есть, если в какую-то сторону возникает ускорение, то возникает сила, действующая в противоположную сторону И требуется, и причем это с каждой частицей Вселенной некоторая сила возникает Понятно Но это, в принципе, и требуется для объяснения инерции Понятно, что тогда гравитационные и инерционные взаимодействия, если считать их по этой же формуле Они пропорциональны Соответствующие массы инерционные и гравитационные также будут пропорциональны Ну вот и все, как бы вывод Предельная поправка к предельной скорости, скорее всего, даст элементарнейшее объяснение Гравитационному взаимодействию инерции и ускоренному расширению Вселенной Использование этой поправки может дать еще много разных возможностей что-то объяснить Все Вопросы, товарищи, давайте Кто тут? Давайте там Нажимайте там клавишу, нажмите там Внизу Говорите В общем, у меня такой вопрос Я не понимаю, как вы получили Скорость, большую скорость Потому что, вообще говоря, из уровня общего С этого не получите, в принципе То есть я, как бы, разбираюсь Ну, невозможно А кто вам сказал? Где это написано? Во-первых Вы, как бы, разберитесь сами Я это не буду доказывать Но это нигде не написано Во-первых Что Что Скорость, больше скорости света Невозможна То есть, каким образом Получить уровень общего Относительности Вот это Дело в том, что Скорость, больше скорости Что В теории относительности Не скорость света стоит Там вообще Буква С Это только название константы Скорость света А стоит там не скорость света Это во-первых Максимальная скорость Замладеть Вообще Говоря стоит Немного Это второе Есть второй вопрос Нет Это математическая теория В нее нельзя ввести скорость света В общем, продаватель Не будет передавать Потом, если что Что-то скажешь Второй вопрос О том, что Инерция То, как вы Рассказали Эту инерцию Площадь инерции Мне казалось, что У вас есть Петологические провалы В обсуждениях То есть, вы Сказали, что Мы будем предполагать Что Сирена Одна У нас Собственно На столе чего Ну, это не мои исследования Это как раз Исследования Какие-то идеи На основе чего Так сделать Хорошо Пусть она неоднородная будет Это вас устроит? Давайте То, что она однородная Это ни на что не повлияло Я не понимаю Если То, что Докладчик говорил Про вывод инерции На основе Однородности Вселенной Если Если это не влияет Тогда зачем Она потом Была говорить Они Смысл Вкладывает Другой Все правильно Однородно Это понятно Что однородно Я же Опираюсь на Общепринятую Теорию В общепринятой Теории Скорость Расширения Вселенной Примерно В 20 раз Больше Скорости Света Дальних Участков Да будет Вам известно Ну вы откройте Сверхсветовое движение Даже хотя бы Google Откройте И почитайте Да Я думаю Давайте так Вы задаете вопрос Вы ответили У вас там Надо нажать кнопку И красненьким Даже горится Тогда можно Задать вопрос И говорить Микрофон Примерно Вот так Поблизи Говорить Тогда все Будет слышно А Да Загорелся Но не знал Да Еще раз повторю Вопрос Каким образом Получить Из уравнений Общей вероотносительности Вы на них Опираетесь Каким образом Оттуда можно Получить Сверхсветовую скорость Потому что Вот это Выявили Что там В равняется С плюс Какая-то поправка Я не понимаю Как их можно Получить Из тех уравнений Вот собственно Основной вопрос Это давайте Я вам опять говорю Что В теории Относительности Стоит не скорость Света А скорость Передачи Информации Хорошо Давайте Вы это будете Гореть Отдельно То есть Я Как вывод Скорость Общей Относительности Откройте любую книгу Почитайте Математику Почитайте Я недавно читал Ландау Лишица Вот именно Эту часть Господа Давайте Сформулировали вопрос Услышали ответ Дискуссия Нас заведет далеко Я прослушал доклад Понял что Я нажал Говорит Говорит Микрофон Ну микрофон Говорит Прослушал доклад Я понял что Физическая часть Тут вообще Отсутствует Только математическая часть И все четыре Вопроса Ньютона Которые он сам же Бездавал Они остаются в силе То есть Непонятен Агент Непонятна причина Притяжения Расталкивания Физическая причина Непонятна Среда Ну все четыре Вопроса остаются Так я понимаю Или так Я не понял Причина здесь нет Я расшифровал Причем Непонятно Что ваше Вот Сообщение Оно чисто математическое Ну хорошо Пусть будет Математическое Пусть будет Математическое Вас устроило Да Вот Расширение Судя из того Что вы сказали Вселенной Предполагает Расширение С значительно Большей Скоростью Чем сверхсветовая Скорость Это физический Процесс Вообще Или нет Расширение Что же Вообще Говоря Это не совсем Физический Процесс Ведь Изменение Метрики Это Изменение Расстояния Просто Изменение Способа Измерения Расстояния То есть Как бы Все как бы Остается На своих местах Просто Расстояние Меняется Со временем Это Меняется Метрика Вот и все То есть Скорости Они не Инерционные Вот эти Поэтому Они могут Быть Любые Вообще Извините Вот вопрос Такой Известно Хорошо Извините Больше скорости Света Но это Немножко Неправильно Я просто опираюсь На Общепринятые Законы Понимаете В чем дело А там Все остальное Общепринятые Законы Говорят Что скорость Не может быть Большей скорости Света Кто вам сказал Ну кто вот Вам сказал Где это написано Где написано Это вытекает Логически Да ниоткуда Это не вытекает Это Это Неоткосительность Это Геометрическая Теория Ну ладно Это математика Хорошо Хорошо Туда не ввести Скорость света Скорость звука Не ввести Ничего не ввести Извини пожалуйста Я вот следствие Из вашей работы Совершенно замечательное И многие вещи Объясняют Очень просто И доступно Вопрос такой Известного Вселенной Так называемой Холодной области Да Где на большом Объеме Видимой Вселенной Нету Ни одной звезды Ни одной галактики Значит Современное Единственное Разумное Объяснение Что это место Контакта С другой Вселенной Вот наличие Вот этой Холодной области Во Вселенной Может быть Объяснено Потому что Вы сказали Что Анизотропность У вас В основе Но Космология Натнулась Наличие Вот этих Холодных Областей Наличие В этой Холодной Области Может быть Объяснено Через вашу Теорию Спасибо Ну честно Это говоря Я как бы даже Не задумывался Над этим Вопросом Ну хорошо Задумаюсь Но просто Сейчас я не готов Отвечать На него Еще есть вопросы Давай Скажите пожалуйста Я правильно Понял Что вы Делаете Различие Между Передачей Возмущения Через Скорость Света И Передачей Возмущения Через Передачей Информации Ну не Передачей Возмущения Через Передачей Информации Просто Передачей Информации Ведь у нас Получается Что свет Как бы Пусть он Даже Постоянный Мы берем Везде Это Буква С Скажем Та же А дополнительно Идет у нас Увеличение Скорости За счет Изменения Метрики Изменения Способа Измерения Расстояния Вот и все То есть Иначе Задам Вопрос Этот же Передача Информации Как таковой Чем Отличается От передачи Световых Квантов Во Вселенной Или чем-то Отличается Или не Отличается В вашей Картине Мира Так нет Все дело В том Что Просто Как бы Сама по себе Скорость Света Пусть она Постоянна Я там Не вникаю Уже В детали Что она Может быть И непостоянна Как это Рассматривал Эйнштейн Еще В 12 Году Он писал Уравнение С непостоянной Скоростью Света Ну вот Можно Посмотреть Том 1 Собрание Сочинения Эйнштейна Страница 198 Ну вот Там у него Уравнение С непостоянной Скоростью Света Ну вот Ну дело Это в том Что я Рассматриваю Просто Поскольку Стоит Предельная Скорость Ведь Для чего В теории Относительности Света Предельная Скорость Передачи Информации Вот Вы знаете Что-то Никто Это взято Для того Чтобы Преобразования Лоренса Были Линейными Из этого Делается Вывод Что Преобразования Лоренса Линейные Понимаете И там Вовсе Нет Никакой Скорости Света Вообще Там Берется Просто Константа С Понимаете Все тела Движутся Медленнее Чем Это С Вот Что Там Требуется Единственное Я думаю Что здесь Некое Недопонимание Потому что Было Заявлено Распространение Информации А как Это Связано С Движением Тех Фотонов В общем Не совсем Ясно Все Спасибо Я понял Что Вопросы Закончились Да Ну понятно Потом на круглый стул Я просто Добавлю Чуть Чуть Это Можно Прочитать У Ефимова Книга Которая Издавалась Уже Одиннадцать Раз В течении Шестидесяти Лет Для Математических Факультетов Университетов Это Вот Высшая Геометрия Ефимов И там Прекрасненько Все изложено Что Такое С Что Такое Переобразование Лоренса Как Выводится Линейность И Чтобы Отмести Разные Споры Что Это Скорость Света Вот и Все Понятно